всем привет около двух недель назад я выложил видео с обзором тех парков которые могут благоустроить по программе формирования комфортной городской среды в 2023 году тогда я сказал что планирую провести скажем так ревизию тех парков которые были сделаны в 2021 и я свое обещание выполняю более того я покажу вам не только те парки которые были сделаны по нацпроекту формирование комфортной городской среды но еще два общественных пространства которые благоустроили в прошлом году но не по этой нацпрограмме более того тем видео заинтересовались даже в администрации рязани предложили нам прогуляться вместе по паркам которые делали в рамках нацпроекта а мы не против ну и в итоге два представителя нашего сообщества вместе с заместителем главы управления благоустройства города и главы управления общественных отношений мы погуляли по тем паркам которые были благоустроены по нацпроекту в прошлом году всего в прошлом году по нацпроекту было сделано три общественных пространства первым из них мы посетили центральный парк культуры и отдыха и там в прошлом году было сделано освещение на всей территории парка. И на этом все. Я же говорил вам в прошлом видео на эту тему, что денег по нацпроекту выделяется немного, и на благоустройство всего парка, если он большой, этих денег определенно не хватит. Поэтому делают либо один закуток, либо, например, всю систему освещения обустраивают в парке. Что делалось в Центральном парке в 2019 году и в 2021? В 2019 году сделали закуток вот для Зеленого театра и сам Зеленый театр. А я напомню, что до того он выглядел вот так. А в 2021 году сделали освещение. Помимо этого, мы решили посмотреть, что же было сделано в принципе в Центральном парке культуры и отдыха по федеральной программе. То есть мы решили зайти на территорию Зеленого театра, который благоустраивали в 2019-2020 годах. Но все-таки начать бы хотелось с освещения. На самом деле освещение это довольно важная деталь благоустройства. Если кто помнит, ну по крайней мере я помню смутно, но что-то припоминаю. До того в Центральном парке культуры отдыха было сделано освещение лишь на нескольких самых основных аллеях. Теперь оно появилось практически вдоль всех дорожек. Освещение сделали в виде фонарей, между которыми нет проводов. А в остальном, да, в парке в темное время суток станет гулять проще. Опять же, надо понимать, что это именно парк. Поэтому там нисколько именно что сохраняется девственный лес, как например в лесопарках, а там все-таки за ним пытаются ухаживать. Так, например, в течение последних лет была расчищена от бурелома значительная часть площади парка, чтобы по нему можно было спокойно гулять. Теперь же, что касается того, как выглядит то благоустройство, которое делали три года назад. Выглядит оно в целом презентабельно. Как мы видим, дорожки в основном выше уровня асфальта, хотя не везде бывают некоторые прогалы. Также были сделаны лавочки, притом одни лавочки сделаны не очень и уже в довольно потрепанном виде, а другие очень даже хороши, и непосредственно представители администрации их нахваливали. Переходим к следующему парку, а именно парку Братству по оружию. Там тоже основной упор делался на освещении, но в отличие от центрального парка, в парке Братству по оружию долгое время как такового освещения не было вовсе. Теперь его сделали не только вдоль всех дорожек, но еще и вдоль тех дорожек, которые планируются в рамках следующих этапов благоустройств. И да, в прошлом году прошел лишь первый этап, а последующий, как раз таки с обустройством дорожек. Он произойдет, если этот парк победит в этом году, ну или мог победить в прошлом году, опять же в отборе парков для благоустройства. Я ни на что не намекаю, но все же вот как раз таки, где собака зарыта в том плане, почему те парки, которые в прошлые года участвовали в нацпроекте, в этом году снова появились в списках на благоустройство. То есть его не закончили. И в итоге получается местами довольно сюрреалистичная картина. Идет ряд фонарей, а дорожки нет. На данный момент на площади всего парка установлена различная военная техника. Ввиду того, что и до того там с вандализмом были проблемы, то и дело эту технику портят. Но чтобы такого не было, по всему парку установили систему видеонаблюдения. В конце концов, в следующем этапе благоустройства всю военную технику планируется переместить на специально отведенную под эту площадку. И сама площадка уже сделана. Выглядит она на данный момент вот так. Интересно, что вот эти два дерева, их, за них прям чуть ли не сражались местные жители, в итоге их вот так вот оградили. Но у меня, как обычно, вызывает нарекание отсутствие водоотвода. По крайней мере, я его тут не вижу сейчас. Также была сделана детская площадка и тренажерная площадка, адаптированная для людей с ограниченными возможностями. Поэтому тут она выглядит как единое целое. Плюс там еще есть типа рельс для того, чтобы люди на колясках могли подъехать к тренажеру. А еще установлены лавочки, при том лавочки хорошие, рядом с одной из которых сделано что-то типа велотренажеров. Впервые такое вижу, если честно. И, наконец, последний парк, точнее сказать сад, который претерпел, на мой взгляд, за прошлый год, самое значительное изменение из всех трех, это верхний городской сад. Его делали и в 20-м году, и закончили в 2021-м, в 2022-м, потому что там вроде как еще не все работы окончены. Ну, по крайней мере, все еще стоит строительный вагончик. Нам рассказали, например, что верхний городской сад решено было разбить на три части. Первая часть, она развлекательная условно, там светящиеся лавочки, там пенсионеры иногда по вечерам танцуют. Вторая часть посередине, это детская часть, там детская площадка, еще вечерами там проектор показывает мультики на плиточке. А также тихая часть, зона для тихого отдыха, там больше лавочек, они простые, не светящиеся, и как раз-таки именно тихую часть и делали в 2021-м году. А еще почистили парк от аварийных деревьев. Да, как раз-таки весной прошлого года было много разговоров на тему вырубки деревьев в верхнем городском саду, но как нам это объяснили? Считалось, что эти деревья были аварийными. Они уже старые довольно, и я так понимаю, был риск того, что ветки с этих деревьев ломались бы и падали на машины. Там прямо возле ограды сада есть парковка автомобилей. Ну а в целом парк после благоустройства выглядит очень даже хорошо. Что меня порадовал, это то, что деревья там высадили уже довольно взрослые и довольно высокие. Это очень такой спорный вопрос. Одни утверждают, что деревья в городах надо сажать уже в таком большом возрасте, чтобы они были высотой метра по два. Другие же наоборот считают, что дерево должно прижиться, поэтому его нужно сажать, когда оно еще небольшое. Но я больше придерживаюсь первого варианта того, что деревья должны быть уже нормальные по размеру, чтобы их нельзя было так просто сломать. Более того, деревья высадили не так давно, и на них еще есть бирки с их названиями. Что меня, как для человека, который совсем и не разбирается в этих ваших растениях очень приятно. Я хотя бы могу узнать, что это такое, как это называется. Теперь по вещам, которые меня смутили. Во-первых, это плитка. В одном месте, как раз-таки в тихой зоне, ближе к детской площадке, качество укладки плитки меня ну совсем не порадовало. Она там местами уже болтается. Второй момент, но он касается больше развлекательной части. Там сделано такое пространство, как раз на котором пенсионеры танцуют по вечерам. Там нет водоотвода. Там просто такое большое плиточное поле, ну относительно большое, и никаких там водоотводов я не увидел. Да, по всему парку дорожки выше уровня асфальта, опять же похвалю, но это надо приходить после дождя. Как-нибудь туда наведуюсь. Наконец, плюс-минус такой момент, это обилие разного рода хвойных деревьев. Пресловутые туи, но там не только туи, там еще несколько видов хвойных, которых я повторюсь еще раз не разбираюсь, как и в принципе в растениях. Но у меня вот мама на участке то и дело возится с хвойными. И как вот я вижу, именно они более прихотливые. За ними постоянно нужен какой-то уход. И честно говоря, я не знаю, насколько они приживутся, насколько эти деревья приживутся в верхнем городском саду. Время покажет. Ну и в конце концов, верхний городской сад в самом центре города наверняка ему будут уделять должное внимание. Так что в целом, повторюсь еще раз, все довольно красиво выглядит. На этом фоне нижний городской сад выглядит абсолютно никак. Я опять же ни на что не намекаю. Так что на этом основная часть нашего видео заканчивается. Спасибо управлению общественных отношений администрации Рязани, которая организовала данную экскурсию. И при помощи управления благоустройства нам рассказали, что к чему было сделано. А его поставили в районе где-то 20-го года, я сколько я помню. В 19-го. А, в 19-го. У нас была история, скажут, что в 20-м году мы приходили, а он уже закрыт. Все работает, окружуете дирекцию благоустройства города. А, в 19-го. У нас перемещается каждый ночь. А-а-а. Да, то есть мы их сносим, а они перемещаются. То есть, в общем, у нас камушки. Ну, там и тут не лежали. Буквально. А теперь мы переходим к вне конкурсной экспертизе. Тут мы рассмотрим два общественных пространства, которые благоустраивались, но не по программе формирования комфортной городской среды. Вне конкурсной экспертизы отличаются от основной части нашего ролика еще и тем, что вместо двух прекрасных дам, со мной сейчас только одна. И то плюшевая. Начнем мы с соборной площади, которую делали по другой нацпрограмме БКАД. Точнее сказать, не делали, а делают. Поскольку с недавних пор у нас появилась такая штука, как двухгодичные контракты. И, как итог, этот контракт на благоустройство, точнее сказать, на реконструкцию, истекает в конце июля этого года. И кое-где работы еще ведутся. Но по основной части соборной площади работы уже завершены. И мы так проинспектировали, посмотрели, что к чему. По крайней мере того, что касается тротуаров. Плитка снова не все так однозначно. Местами она нормально уложена. Местами не очень. Кое-где, я так понимаю, из-за того, что ее только-только уложили, плитка покрыта слоем песка. Интересные фонари были поставлены на всем протяжении дороги. Стилизованные, я так понимаю, под какую-то историческую тематику. Но в реальности в Рязани они выглядели, когда они были, не совсем так. Они совсем не так выглядели. И когда их в прошлом году только поставили, выглядели они как-то странно. Вот это вот закос под историю. Но при этом светодиодные фонари. Зато когда уже в этом году вкрутили что-то типа колб стеклянных, уже сами фонари заиграли совсем другими красками. И выглядят более презентабельно. Второй важный момент это так называемая площадка Кис-энд-Райт. Это место для остановки кратковременной автотранспорта, который сделали возле 4-го лицея. Наверное, это хорошо, что есть такое место. Но насколько будут благоразумными люди и будут ли они действительно просто останавливаться, чтобы ребенок вышел из машины, вот это уже любопытно посмотреть. Еще сделали очень странный островок безопасности в районе остановки 41 маршрутки Рязанский Кремль. При этом там, где островок безопасности в целом напрашивается, а именно у пешеходного перехода на перекрестки Кремлевского вала и Леволыбецкой улицы. Его не сделали, хотя пространство там позволяет. Еще что позволило бы пространство свободное, это тротуар на участке улицы Кремлевский вал от Новослободской до Леволыбецкой, с правой стороны, если смотреть. Ну вот, там видно прекрасно, где нет тротуара. Короче, 7 из 10. Фатальных косяков нету, а так сделали неплохо. Могло было быть и хуже. Второе место, которое благоустраивали в прошлом году, но не по программе формирования комфортной городской среды, это парк морской славы. Давайте же посмотрим, что тут было сделано. Данный парк делали по проекту, созданному архитектурному бюро «Метаплан», которое возглавляет Илья Стюхин. Во-первых, была сделана навигация, точнее обновлена. Ну а еще увидели запрос общества на красивый вид с уступа Канищева. Вплоть до 2021 года все вот эти уступы выглядели вот так. При том, что запрос на красивый вид, он был. И были сделаны такие вот настилы, стилизованные под дерево, и смотровые площадки с лавочками, с урнами, с ограждениями. То есть облагородили это место. Да, я сказал урны, вы их не видите, а они там были. И когда я увидел, в каком состоянии там были урны около месяца назад, у меня невольно возник вопрос. Илья, ну как же так-то ты не предусмотрел, что урны какие поставили? Ну теперь их, естественно, уже убрали. Илья на него уже ответил. Оказалось, что урны были закуплены самые дешевые, и их уже убрали. Там какие-то небольшие остатки былой роскоши вы можете видеть. Как итог, хотя не факт, что это связано друг с другом, склоны местами прям усыпаны мусором. Вид красивый. Главное не смотреть вниз. Я посмотрел. А зря. На одной из смотровых площадок были высажены кусты, и даже поставили табличку о том, что здесь кусты, они скоро будут красивыми, и все будет замечательно. А еще были высажены деревья. И вот тут как раз-таки пример противоположный верхнему городскому саду. Если в саду высадили деревья относительно взрослые, то тут высадили их небольшими. И, как я уже сказал, я боюсь, что это может закончиться нехорошими вещами, потому что вандализм никто не отменял. Маленькие деревья для маленьких человечков. Еще два момента связаны непосредственно со смотровыми площадками. Во-первых, это ограждения. Они сделаны из дерева. Дерево практически ничем не обработано. Смотровые площадки, они сделаны не совсем на краю, а немножко от него отдалены. Где-то на расстоянии почти метр. Из-за того, что люди хотят подойти поближе к краю, вот это пространство метровое вытоптано в чистую. Я посмотрел на рендеры, там вроде как должны быть тоже кусты. Дизайнерское решение такое. Кустов там сейчас нет. Но парк морской славы в 21 году по нацпроекту не делался. Вот эти все настилы, это совсем другая история. Ну а то, что парк потихонечку преображается, это видно. И те места, которые сделали в прошлом году, они являются довольно популярными. Так что вот такая у нас получилась ревизия благоустройства. И на этом все.